Здравствуйте! Тема занятия – расчеты котла. Давайте смотреть. Вот у меня здесь есть вот такая памятка. Но я скажу просто и коротко. Всего существует три вида расчета котла. Тепловой расчет котла, аэродинамический расчет котла и гидравлический расчет котла. Тепловой расчет нужен для того, чтобы определить, какие, сколько и в какой последовательности должны быть поверхности нагрева в котле, как их разместить и какие тепловые потоки через них должны передаваться. Сколько теплоносителя можно пропускать через каждую из этих поверхностей нагрева, которые мы размещаем в самом котле и во всех его пространствах. Это тепловой расчет котла. Следствием расчета является определение коэффициента полезного действия. При этом различают два вида тепловых расчетов – конструкторский и поверочный. По конструкторскому расчету определяют, как бы новый котел строят, вот его сразу проектируют и создают. А поверочный расчет предназначен для того, чтобы определить, как изменятся уже созданные поверхности нагрева в действующем котле, ну, например, в случае перехода на новое топливо. Аэродинамический расчет нужен исключительно для того, чтобы определить тягодутевые машины. То есть он нужен для того, чтобы выбрать вентиляторы дутевые и выбрать дымососы. Ну, а основное назначение гидравлического расчета котла или его ключевая цель – это определить работоспособность материалов труб в тех условиях, в каких они окажутся. То есть нужно определить напряжения, которые будут возникать в трубах, и эти напряжения должны быть меньше допускаемых для этого материала, из которого изготовлены трубы. Вот ключевая цель гидравлического расчета котла. Все на этом. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok